Доброе утро! Левицкий Дмитрий. Сегодня вторник, сфера обслуживания. Да, все мы тут готовы. Все мы готовы к тому, чтобы начать практически. Сейчас, одну секундочку. Итак, говорим сегодня, как мы и договаривались, про новый формат шоппинга. То бишь о чем? Как кто подбирает себе одежду? Вот раньше, ну, когда я был маленький, мне одежду подбирала мама. Потом я сам справлялся, уже стал самостоятельно ходить по магазинам. Появляются новые форматы шоппинга. Будем говорить сегодня про покупку одежды. Как сегодня вообще она может осуществляться? Оказывается, есть много разных путей. Ну, мне как мужчине один вид шоппинга, как всегда, больше приятен. Это когда все быстро, раз, и главное, побыстрее. Такой шоппинг, лучший шоппинг для мужчины. Ну, оказывается, что и даже если такой шоппинг вам ближе, то и в этом случае вам современные подходы к этому делу могут помочь. Я с удовольствием представляю сегодня моих сегодняшних гостей. Евгения Гвоздева, персональный шоппер. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Вы персональный шоппер? Да. Звучит очень романтично. Да, сейчас мы узнаем поподробнее, что это такое. Николай Лаврентьев, директор по развитию showrooms.ru. Доброе утро, Николай. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, да. Ну что, давайте ознакомимся с гостями. Люди, которые сегодня нас одевают вот такими разными методами. Жень, ну как вы дошли до жизни такой? Вот когда в школе вы учились, да, все знают там стих Маяковского, все профессии хороши там, да, булочник пахнет свежей сдобой. Вот тогда, мне кажется, не было такой профессии персональный шоппер. Вы вообще, вот как вы пришли вообще в это дело? Мне всегда нравились красивые вещи. Я всегда тянулась к красоте, поэтому как-то у меня не было сомнений, кем я буду. Стала стилистом. Сначала работала стилистом в магазине, потом стилистом на съемках. В принципе, я и сейчас продолжаю работать стилистом на съемках, но параллельно еще работаю с клиентами, с частными. То есть люди к вам обращаются, и вы помогаете им подбирать вещи? Да, как ваша мама подбирала вам в детстве вещи, так и я сейчас помогаю. А, вот, вы мама заменитель. Да, в общем-то так. Мама заканчивает свою работу, передает в заботливые руки персонального шоппера. Ну, расскажите, как будет устроиться работа ваша с клиентом? Вот мне интересно, я вообще с этим никогда не сталкивался, да, и интересно мне понять, как это может действительно все выглядеть-то на практике. Мы встречаемся с клиентом, обсуждаем, что он хочет, какой у него бюджет, чего он ждет от шоппинга. Да, дальше я подбираю ему какие-то вещи, что-то резервирую, приходим в магазин, меряем, он покупает и ходит довольный. Ну, а вот я вам говорю, там, да, я хочу, не знаю, там, а что я хочу-то? Я хочу быть красивым. Как я могу сформулировать это иначе? Ну, то есть, что я, или как я должен сказать запрос? Если клиент полностью доверяет моему вкусу, то я, конечно, подбираю на свой вкус. Если у него есть какие-то, ну, хотя бы, более-менее конкретные представления о том, чего он хочет, я стараюсь найти то, чего он хочет, что ему подходит. Ага. Это может быть два варианта развития событий. Либо клиент отдается полностью в мои руки, в том числе и, ну, это касается вещей, да, и стиля, либо я ищу что-то конкретное, подходящее ему в его гардероб. Просто экономлю его время. Я понял. А вообще ваши вот заказчики, ваши клиенты больше мужчины или женщины? Это какой возраст? Больше женщин, конечно. Да? Возраст, может быть, от 25 где-то до 40 лет, 45 даже есть. Ага. А почему женщины-то? Женщины, наверное, самой не в кайф там, повыбирать что-то, зачем ей уже персональные шопперты? Ну, женщинам еще нравится, когда о них заботятся, когда им все приносят на блюдечке. Вот, пожалуйста, бери. Ага. Ну, вот, понятно, вот вы там, женщины, да, но вы же вряд ли к кому-то другому обратитесь, чтобы вам помогли и принесли на блюдечки. Вы же этого удовольствия себя не лишите самостоятельно пойти, самостоятельно порыться, самостоятельно посмотреть, самостоятельно повыбирать. Мы же ходим с ними по магазинам, они тоже могут самостоятельно что-то посмотреть, посоветоваться со мной. Ага. Многие женщины же любят ходить с подругами по магазинам, здесь я заменяю им подругу. То есть вы такая оплаченная подружка, да, которая честно говорит, нет, это не то, что тебе надо. Да, да. Понятно. Хорошо, ну еще поговорим, да, поразбираемся. Николай, да, доброе утро еще раз. Доброе утро. Ну, вы вроде нормальный мужчина, чего вы шмотковать занялись? Что такое? Как так вас судьба привела в showrooms.ru? Ну, несмотря на то, что, в принципе, закончив экономико-математический факультет Плехановской академии последние 7 лет, проведя в фондах частных инвестиций и инвестиционных банк, случай, причем интересный случай привел к тому, что, чтобы сделать этот, на мой взгляд, очень востребованный и нужный сервис, когда мы для нашего друга, для его свадьбы подбирали те наряды, в которые должны были одеться все гости, мы достаточно много времени провели в магазинах столицы, и это как раз и подсказало нам то, что тратить такое количество времени на переезды из магазина в магазин, на те пробки, которые сейчас переполняют нашу столицу, это, в принципе, очень затратно. Мы решили, что нужно дать возможность людям посмотреть, посмотреть, что есть в магазинах города, посмотреть, что есть на прилавках, и для того, чтобы дать им возможность сэкономить их драгоценное время, эти вещи не только увидеть, но еще и зарезервировать, для того, чтобы быть уверенным в том, что эти вещи дождутся людей, что это те вещи, которые можно приехать, посмотреть, померить и купить в тех магазинах, о которых порой наши пользователи даже и не знают, что они есть в нашей большой красивой столице. Ага, так, и когда, значит, сколько, когда появился ваш ресурс? Сам ресурс появился в начале года, и в таком тестовом режиме, а в том виде, в котором вы видите его сейчас, он работает с середины мая, то есть очень молодой такой сервис, но мы видим, что он уже очень востребован, и большое количество людей уже сейчас заходит на наш сайт для того, чтобы посмотреть, что есть на прилавках, что им может приглянуться в разных самых интересных магазинах, и резервируют эти вещи для того, чтобы туда как раз приехать и их приобрести. Что, в принципе, говорит об и востребованности, и эффективности того предложения, того сервиса, который мы делаем. А, я понял, Николай, ну вот скажи, пожалуйста, но инновационность-то в чем, собственно говоря? Ведь, я так понимаю, что огромное количество сайтов в интернете, в которых можно там прийти, посмотреть и где-то зарезервировать себе что-то. Безусловно, но я хочу сказать, что этот сервис, он уникален. И уникален в том, что ни один из тех онлайн-площадок, многочисленных, о которых как раз вы говорите, они торгуют только своим ассортиментом. В первую очередь, это интернет-магазины. Мы же позиционируем себя как модный неинтернет-магазин, то есть мы неинтернет-магазин, у нас нет доставки. Мы как большая красивая витрина, которая показывает, что есть в магазинах. И в этом как раз особенность. Причем, хотел обратить особое внимание, что это тот сервис, который мы нигде не позаимствовали. Мы придумали его сами, и праве этим гордиться. Ну, жизнь покажет, насколько гордость ваша оправдана. Я могу сказать для тех, кто не заходил пока на showrooms.ru, что там такая электронная реинкарнация детской игры «Одень Машу, раздень Машу», когда ты на себя и на Машу, и на Сережу можешь померить кучу разных вещей, причем не разных совершенно брендов, от обуви, заканчивая нижнее белье, аксессуары, потому что у нас же много всего, то есть ты действительно можешь много всего разного померить и, видимо, заказать, зарезервировать. Конечно, конечно, каждый из этих вещей. То есть если вы пользуетесь этим сервисом, то услуги Евгении вам, видимо, уже совершенно ни к чему. Да, Евгений, что мне, да, я и так уже вот смотрю, или мы с Евгением можем сесть перед экранчиком, никуда не ехать. Вот можно с Евгением сесть перед экранчиком. Или Евгения сядет, если вы уже совсем ленивый потребитель. Ага. Евгения сядет, все вам посмотрит, все вам зарезервирует. Ага, еще съездит, возьмет, нет? Ну, а почему нет? С некоторыми клиентами так и работаем. Ага, я вас понял. Ну, вот смотрите, да, я, а, вот сейчас мне напоминают, что я радиослушным, как всегда, не сказал, куда можно звонить и куда можно писать. Телефон нашего прямого эфира 495-6510-99-6. Можете звонить нам в студию, если у вас есть что сказать по поводу того, как вы подбираете одежду, или как вы считаете правильно ее подбирать, или что вы думаете по поводу сервисов, которые сегодня у нас в студии обсуждаются. Можете писать на сайт finam.fm, на форум нашей программы, либо номер для смс 5533, с буквы «Я» должно начинаться ваше сообщение. Я пробил потом ваше сообщение. А вот те, кто у нас уже, видимо, знают наши координаты и без моих напоминаний, давайте я задам вопросик тогда, сразу, который уже у нас тут на сайт finam.fm пришел. А вот есть сервис, аналогичный тому же, что у Николая. Можно не называть название, хотя здесь оно приведено, но не будем заниматься рекламой. Там даже вещи курьером выбранные привезут. В чем особенность сервиса Николая, и насколько вообще это доходная и прибыльная история, и можно ли, да, считать, что это прям вот бизнес, который бизнес-бизнес. Такой бизнес, как вас, да? Николай, ну вот вам вопрос, да. Здесь я сразу хочу сказать, что с точки зрения того ассортимента, который представлен на сайте, я могу смело заверить наших слушателей, что такого сервиса больше нет. С точки зрения самого, непосредственно самой бизнес-модели, то, ну, безусловно, мы неблаготворительный фонд, и, конечно, он коммерчески эффективен и коммерчески, безусловно, интересен. Ага. Ну, вот тут, да, вопрос в том, что говорят, что вот альтернативные ресурсы еще и довозят товары, а вы вот доставку уже не делаете, да? Абсолютно, и в этом как раз является философия того сервиса, который мы представляем, философия нашего предложения в том, что мы показываем именно самые интересные вещи в самых интересных магазинах, и мы хотим, чтобы пользователи приходили в этот магазин, чувствовали атмосферу. А зачем вам это? Того магазина, куда мы их направляем для того, чтобы… Вам какая разница? Просто потому, что, я говорю, есть философия, и философия заключается именно в этом. То есть человек не просто приходит в какой-то магазин для того, чтобы быстро схватить вещь и убежать, он должен посмотреть и на эту вещь, и в том числе с помощью персонального стилиста посмотреть, что еще можно в этом магазине подобрать и выбрать. И, собственно, для этих целей мы как раз и отказались от доставки просто потому, что считаем, что это не совсем правильно. Люди и так ходят в магазин, они и так покупают, и наша ключевая задача – это просто показать, куда им пойти и где какие самые интересные вещи в настоящий момент представлены. Мне есть что сказать по этому поводу, скажу после выпуска новостей. Дмитрий Левицкий, Финнам ФМ. Продолжаем говорить про новый формат шоппинга. Николай Лаврентьев, директор по развитию showrooms.ru. Доброе утро, Николай, еще раз. Евгений Гвоздев, персональный шоппер. Здравствуйте, Женя. Продолжаем говорить о современных методиках подбора себе гардероба. Николай, вот вы говорили до новостей о том, что все-таки ваша философия заключается в том, чтобы человек приехал в магазин. Но вот честно сказать, несколько противоречит ваше заявление тому, с чего вы начинали. Когда вы говорите, что вот вы там долго ходите по магазинам, и это надоедает, и хочется не ходить по магазинам, а экономить время. Но вот если следовать этой логике, то уже не должно быть этой философии никакого и похода в магазин. То есть я вот был бы пользователем вашего ресурса, если бы действительно в конечном итоге мне там не надо было никуда ехать. Это самая основная моя выгода именно в этом, да. Если в итоге все равно ехать в магазин, ну так я в магазине там посмотрю, и сейчас торговые центры достаточно большие, в которых как бы начинали с того, что там по городу путешествовать там не хочется. Ну реально не хочется, слава богу, для этого придуманы торговые центры, которые тоже сейчас есть разные. На любой вкус и кошелек, да, и ты можешь по большому счету в одном месте все это приобрести. И если уж все равно ехать в магазин, так я возьму лучше такую симпатичную подругу, как Евгения, и пойду с ней там в торговый центр, похожу, пображу, и на сайт там в общем заходить мне совершенно не надо. Правильно, Женя? Ну, это очень провокационно было. Ну что, да, что такое-то? Ну ладно, давайте, Николай, эти вопросы можете ответить. Да. Ну в этом, Дмитрий, как раз и в том числе ваше противоречие, потому что вы говорите о том, что вы походите по большому торговому комплексу, походите, побродите. В данном случае мы говорим о том, что мы покажем вам, куда в этом торговом комплексе идти, и что в этом торговом комплексе посмотреть. При этом вы можете это сделать за чашечкой кофе, сидя в этом же как раз торговом комплексе, экономя свое время и получая удовольствие от того, что вы приходите в магазин, уже нашли то, что вам понравилось, то, что интересно. В любом случае, я думаю, Евгения подтвердит, что девушкам нравится посмотреть, пощупать, примерить, покрутиться перед зеркалом. И вот это как раз то самое, что в том числе очень хорошо вписывается в нашу философию, о которой я говорил до этого. При этом хочу сказать, что сейчас в течение недели выйдет мобильная версия нашего сервиса, мобильная версия нашего приложения для iPad. Я думаю, мы разработали свое приложение, которое позволит уже с этим мобильным устройством ходить по магазинам и торговым комплексам. То есть я могу, короче, сесть на футборте, сразу за все просмотреть, зайти там в два-три магазина, все, аллилуйя, поехали домой. А Евгений сидя рядышком с чашечкой кофе, вам подскажет, что с чем на наших виртуальных очаровательных моделях сочетается, сделает вам образ, и вы совершенно спокойно и с улыбкой на лице пойдете прямо только в те магазины, которые вам уже Евгения порекомендовала. Жень, ну как что-то слишком сладко поет, да? Мне кажется, не так все должно быть на самом деле, нет? Нет, ну почему девушки действительно любят, когда можно вещь пощупать, прийти в магазин, посмотреть все живую, еще раз там послушать музыку, насладиться атмосферой, повертеться лишний раз у зеркала, а не под присмотром курьера, например. Мужчины, кстати, тоже, когда, они, конечно, может быть, не так часто ходят по магазинам, как девушки, но вот, например, мои клиенты-мужчины, они иногда даже дольше выбирают себе вещи, чем девушки. Да? Они, ну, они как-то сразу больше покупают, например, там, раз в полгода гардероб на лето, или там, на зиму, на сезон. На лет пять. Нет. Слушайте, вот, ну, скажите мне, вот, Жень, да, вот вы же в этом специалист, вот если я хочу заняться собственным гардеробом, сколько надо в это вложить денег? Ну, вот что мне это будет стоить, да? Вот я там, условно говоря, не заморачиваюсь особо, да? Я там зашел в торговый центр, ну, пока нет мобильного приложения, я пока вот приходится оббегать его весь целиком. Но, с другой стороны, вот, честно сказать, у меня уже, как у мужчины, выработалась какая-то своя уже технология, я знаю вот те три-четыре магазина, в которые я пойду, я сам больше-то и не пойду там, да? Я знаю, что я вот здесь, вот здесь и вот здесь могу себе что-то найти, а во все остальное я, собственно, и не хожу, по большому счету. Ну, вот, если я решу заняться все-таки собственным гардеробом, значит, дорогое удовольствие это? Вот, или как, или вы это даже не меряете, или как вы вообще? Нет, ну, все зависит от бюджета, которым располагает клиент. Я стараюсь подобрать в рамках того, сколько он готов потратить на вещи. Ну, наверное, есть как минимальная сумма, ниже которой не стоит к вам и приходить? Нет, почему? Можно прийти с любой практически суммой, на том и есть, собственно, персональные шоперы, чтобы как раз постараться любого клиента одеть и обуть. А вы больше занимаетесь деловыми стилями, или это больше там какие-то casual, или это там панки, или это кого вы одеваете, и вам вообще все равно в каком стиле работать там? Вам для вас там... Или я должен, придя к вам, какой-то стиль обозначить же, наверное, да? Вот я там... Можно обозначить, можно довериться мне, и я вас проконсультирую по поводу того, какой стиль вам подойдет. Вот, в принципе, я работаю с любыми стилями. А как вы подбираете стиль? Расспрашиваю человека, чем он занимается, куда он ходит, например. Ну, вот если я начальник отдела большой компании, а в душе панк. Вот я панк и гранж люблю. Как мне одеться так, чтобы и душевно, и на работу можно было ходить? Можно подобрать комплекты для работы и для свободного времяпрепровождения. Это будет просто два разных стиля. А-а-а, то есть это все-таки не совместить одно воедино. Ну, я думаю, что да, если у вас строгий дресс-код, то нельзя совместить панк и панк. Вот Денис тут присылает вопрос, на самом деле. Вам, Николай, а я к нему, собственно, присоединяюсь, да? Денис говорит, я только что посмотрел озвученный вами сайт. Там две фигуры, мужская и женская. А как можно подобрать на толстого низкого мужчину и на высокого атлета одинаковую одежду? Вот реально, сегодня мы вот с Алексеем Савином, нашим продюсером, тоже, да, этот вопрос обсуждали. У него не идеальная фигура, ну, далеко не идеальная, да? И он вот там смотрел на фигуру этого атлета и думал, ну, как вот я себе подберу, если я действительно, ну, вот не так, да? То есть на этом красивом парне все красиво, да? Это вот частая разводка манекенов и рекламных образов, да? Когда вот Алексей смотрит на них, ему кажется, что ему пойдет, но на самом деле же это совсем не так, да, все-таки. Ну, здесь как раз то, о чем я говорил, что в первую очередь это витрина. И мы должны показать именно вещи, те красивые вещи, которые представлены у нас на сайте. К примеру, допустим, если сравнить нашу витрину с витринами торгового комплекса. Дмитрий, скажите, как часто вы видите маленьких невысоких манекенов в витринных магазинов рядом с такими же невысокими полненькими манекенами девушек? Мне кажется, ни разу, а если вы видите, то... Никогда, это разводка, да, это разводка. Ну, да, но видите, тут о чем спрашивает там Денис, да, о том, что на самом деле, то есть когда видишь это в магазине, ну, ты тут же находишься, ты сразу понимаешь, что тебе это никак не пойдет, ты можешь померить и прикинуть. А так я посмотрел там, ну, я не знаю, сейчас я там боюсь прослыть парафан в глазах Евгении, но я там, все, что я там помню там из одежи, да, что если ты маленький и толстый, тебе там, не знаю, там, такие полосы типа не надо одевать, да, которые идут горизонтально. Они тебя будут еще больше там принижать и полнить, да, а если наоборот тощие и высокие и длинные, тебе нельзя на вертикальные узкие полосы. Ну, я же на манекене не могу это посмотреть, да, там, то есть я вижу, что тут красиво, ну, я приезжаю в магазин, я себя отложил, да, но я маленький, короткий и толстый, и мне это, ну, никак не подойдет. Ну, в любом случае, мы стараемся следить не только за теми вещами, которые представлены в магазинах, но и за размерами, которые представлены сейчас на полках этих вещей. Поэтому в данном случае, если вы выбрали какую-то вещь, которая вам нравится, вы знаете свой размер, и вы можете посмотреть, есть ли этот размер, и выбрать именно его. Поэтому здесь как раз уже это то, что вы должны, скажем, представлять касательно своей комплекции, насколько хорошо вещи будут на вас сидеть. Я думаю, что вы делаете это. Вот давайте я сейчас, да, вот Женя спрошу, Женя, вот, ну, вот скажите, как вот мне к этому относиться? Я вот очень часто, ну, моя фигура получше, чем у Алексея, но тем не менее, да, я все-таки тоже часто попадаюсь на это, что я, когда, что там такое? А, вы уж там демонстрируете обнаженного мужчину, да, вот, видите, да? Сейчас нам просто вот Николай показывает вот уже мобильное приложение, которое, я говорил, что не работает, а уже вот у нас в студии работает. Или это какая-то пилотная версия. Да, 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 это демонстрационная версия. Вот как вот тогда этим пользоваться, да, Женя? Вот вы же наверняка своим профессиональным взглядом, вот, видите, там, красивая картинка, но вы понимаете, что вот этому человеку это не подойдет, потому что у него форма туловища, она немножечко не такая, как на манекене. Или как вот это делать? Вот, посоветуйте. Не, ну, всегда есть, конечно, вероятность того, что вы придете, померите зарезервированную вещь, и она вам не подойдет. Но от этого никто не застрахован, на самом деле. Так же будет и в интернет-магазинах, так же будет и в любом вообще магазине, куда вы придете. Тут этот сервис, ну, как мне кажется, да, он направлен именно на то, чтобы помочь найти те самые синие джинсы или тот самый полосатый свитер. То есть, скорее всего, у вас в голове уже должно быть представление о том, что вы хотите найти. Тогда вам нужно идти на этот сайт и посмотреть, где вот такой там свитер, который вы хотите, в каких магазинах он есть. Ну, я так предполагаю, что сайт нужен именно для этого. Если у вас особо нет... Ну, в любом случае, когда вы заходите на этот сайт, вы формируете представление о том, что вы хотите в каком-то конкретном магазине. То есть, я уже должен в голове представлять тот образ, который я ищу, да, то есть, по большому счету, я уже должен, там, понимать... Того панка, Дмитрий. Того панка, который я буду родиться, да, то есть, если я хочу, там, не знаю, быть похожим на Брэда Питта с фотографией вот такой-то, да, то я, там, условно говоря... Ну, вы будете искать такую рубашку, там, например. Плюс-минус, да, начинаю подбирать, там, какие-то вещи, которые мне уже подходят, да. То есть, я изначально знаю, что мне, там, такие полоски не идут и нечего на них смотреть, там, да, даже если на этом парне они смотрятся, там. Хорошо и замечательно. При этом, Дмитрий, я хотел сказать, что для как раз вот наших пользователей мы каждый день формируем некие уже готовые образы, на которые они могут посмотреть на нашем сайте, в том числе наши пользователи. Они сами делают какие-то готовые комбинации вещей на наших виртуальных очаровательных моделях, которые дают возможность друг другу подсказать, что с чем лучше сочетается и посмотреть, в принципе, какие есть варианты комбинаций вещей, представленных на нашем сайте. Плюс вот то, что я говорю, это рекомендации нашего стилиста, который каждый день публикует какие-то уже готовые образы из тех вещей, которые мы показываем на полках магазинов. А вы вот договариваетесь, Николай, ваш бизнес, он больше построен с сетями магазинов или с представителями брендов? На самом деле в нас заинтересованы и те, и другие. Не, мне интересно, я там, условно говоря, нашел себе там джинсы Levi's, но они же продаются в разных сетях и в разных магазинах. Я могу завучить их тоже в нескольких сетях или у вас там уже, или только в каком-то магазине, который вы мне предложите. Не дам вам ответить, потому что новости, а после новостей вы тогда вам расскажете. Да, Левицкий Дмитрий все еще тут, и мы также говорим про разные нестандартные варианты шоппинга. Слушайте, интересная история, здесь накидали нам вопросов, и умных, и не очень умных, разных. И давайте, давайте, накидывайте варианты, наш телефон в студии 495-6510-996, здесь хотите что-то вслух сказать, да, здесь прямо вот все, что-то сообщение сыпется и сыпется. Сайт финам.фм, пожалуйста, на форуме нашей программы можете оставлять, либо 5533, с буквы «Я» должно начинаться ваше сообщение, потом пробел. Вопрос был перед... Хорошо, продолжаем дальше. Много вопросов по этому поводу сыпется, по поводу стоимости услуг, Жень. Вот персональный шоппер сколько стоит сегодня? Ну, не говоря про ваши цены, да? А вообще, сколько стоит вообще в целом такая услуга? Я думаю, что много людей работают частным образом. У всех разные цены, все зависит от количества часов, проведенных с клиентом, вообще от характера услуги, которые оказывают клиенту. Ну, в среднем, я думаю, от 2000 рублей в час и выше. То есть, 2000 рублей в час, которые я должен платить просто за пребывание с собой и моего хорошего друга? Ну да, за консультацию. А я слышал, что раньше как-то было, брали процент вроде с покупок, нет или это ложная информация у меня? Кто-то берет процент, но я, например, не беру. Я беру, например, определенную сумму в час. Потому что, ну, не знаю, процент, клиенты некоторые начинают не доверять, начинают думать, что я пытаюсь там развести их на большее количество вещей. То есть, вам реально все равно, да? Иду я одеваться в дискаунтер, вы из меня возьмете 2000, там, не вы, там, значит, 2000 в час, да? Да, или там я пойду одеваться там в суперэлитный, что-то, 100-500 тысяч миллионов потрачу, все равно вы получите 2000 в час, да? Ну, я не получу 2000 в час, ну, вот кто-то, может быть, получит, все зависит вообще и от бюджета тоже. Ну, если бюджет большой, и если, там, например, количество часов больше, то определенные, ну, сумма может меняться. Ага. То есть, сначала выслушиваешь пожелания клиента, затем уже называешь окончательную сумму. Возможно, предварительно просто нужно будет поехать в какой-нибудь из магазинов и посмотреть, какие вещи есть. Ну, или предварительную работу какую-то провести, зайти, например, на сайт Showrooms, посмотреть, что там есть. Ну, как бы, это же тоже время тратится. Я понял, здесь, кстати, тоже про это у нас есть вопросы. Николай, а мы с вами говорили по поводу того, что я откладываю вещи в одном ли конкретном магазине, либо, если я выбрал джинсы Levi's, у меня есть выбор разных сетей, разных магазинов, да? Да, там, монобрендовом Levi's, либо я возьму там в куче магазинов с широким ассортиментом. Абсолютно. Дмитрий, вы никак не ограничены в выборе в рамках нашего сайта. То есть, наша задача – это сказать, в каком из магазинов джинсы Levi's, те, которые вам понравились. Вы их смотрите на сайте, и эти джинсы, они могут, в принципе, сам бренд может быть присутствовать в разных магазинах, но мы скажем конкретно, в каком из этих магазинов те джинсы, которые вам понравились, сейчас находятся. То есть, здесь вы просто заходите на сайт, выбираете то, что вам интересно, смотрите, какая модель вам больше всего приглянулась, и мы скажем, где она находится. Ну, то есть, вы, если я правильно опять-таки понимаю, что вы заключите в данном случае договор с Levi's, а не с сетью конкретной? В принципе, с сетью абсолютно без проблем мы можем заключить договор, и в данном случае мы тогда просто будем показывать тот ассортимент, который представлен в рамках этой сети. Нет, мне как покупателю интересно. Вы говорите мне, Дим, езжай в тот магазин, а я для себя думаю, да наверняка самый дорогой Levi's вот именно вот здесь продается, да? Либо я все-таки могу там, да, повыбирать и посмотреть варианты покупки вот такой самой выбранной модели в разных сетях, или такой возможности нет? Нет, 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 конечно, то есть, один бренд может быть представлен абсолютно в разных магазинах, просто потому, что мы работаем с большим количеством мультибрендовых магазинов. То есть, будет выбор, да, выбор вариант, да, и конкретно езжай туда и купит там. Хорошо. Так, ну давайте что-нибудь зачитаем из тех вопросов, которые приходят. Вот Станислав спрашивает, да, что насчет размеров, ведь европейские отличаются от российских и азиатских, есть там сводные таблицы сравнительные, но часто они не точные, да, к тому же многие не могут себя правильно измерить. Я вот себя не измерял, честно сказать, правильно. Скажите, вот, ну, наверное, вот это действительно проблема, или это не очень большая проблема? Давайте я даже сначала вот Женью спрошу, вы человек заинтересованный, вас неинтересно спрашивать. Вот, ну, вот реально, да, вот мы с вами сидим, я плачу за ваши часы, бешеные бабки, да, не доедаю, не допиваю, лишь возле ваши услуги, и вот мы с вами все отложили, приезжаем, ну а что за развод, а? Размер вот не такой, и мы вроде хотели, а вроде бы вот оно там плавает, да, плюс-минус сантиметр-километр, и в итоге такая засада. Часто ли такие ситуации бывают вообще в целом? Ну, иногда бывают, конечно, иногда по росту что-то не подходит, иногда где-то выточки неправильно сидят, но я стараюсь быстро сориентироваться и выбрать какую-то альтернативу, я же, когда иду с клиентом, я, в общем-то, знаю ассортимент не только там какого-то конкретного магазина, да, но и ассортимент того, что есть в этом торговом центре, или там, если, например, речь идет о каком-то универмаге, то в этом универмаге, и поэтому я предлагаю альтернативу. Во многих, например, универмагах или магазинах есть услуги портного, который может подогнать по фигуре. То есть, в общем-то, вопрос можно решить. На самом деле, вот то, что, мне кажется, многих останавливает, ну, и у меня одно из-под убеждений, да, по поводу выбора одежды в интернете вообще, какой, блядь, подбора, именно вот эта ситуация с размерами, да, с одной стороны, это усугубляется тем, что я вижу действительно там Аполлона, на которого все это меряется, ему все идет, с другой стороны, ну, мы про это говорили, да, с другой стороны, я опасаюсь искренне, что там, ну, вообще в целом, понимание размера, но я посмотрел там существующую свою одежду, там, почитал, что на ней нарисованы, какие размеры, они все там плюс-минус километр одинаковые, но все-таки разные, да, и пойди пойми там потом, действительно, так оно будет или не так оно будет, и вот ты ешь, черти куда за своей там отложенной вещью, чтобы сэкономить время, как нам обещал Николай, а в итоге получается, что ты, как говорит Евгения, должен на месте ориентироваться, а я-то в этом не мастак, я же не Евгений, профессиональный шоппер, я на месте не сориентируюсь, я только, кстати, веду руками, поведу, поеду домой и больше никогда не зайду на ваш сайт, либо меня переубедить сейчас в этом. Да, конечно, переубежу, сделать, на самом деле, мы придумали очень изящное решение, и здесь как раз оно заключается в том, что как только вы выбираете понравившуюся вещь, вы оставляете свой номер телефона и оставляете свой e-mail, для того, чтобы мы имели возможность с вами связаться, в первую очередь подтвердить этот резерв, и как раз в рамках этой первой коммуникации вы можете задать нашим сотрудникам абсолютно любые вопросы, которые вас интересуют касательно этой вещи, размерного ряда, насколько она вас тренит или полнит, и мы, более того, можем даже вас соединить с продавцами этого магазина, которые, как никто, лучше знают особенность своих брендов, своей одежды, для того, чтобы вы непосредственно уже с ними могли обсудить те вопросы, которые вас интересуют. И вот эта как раз коммуникация, она позволяет, помимо того, что она очень удобная, позволяет избежать большого количества ошибок, о которых как раз вы только что говорили, и ни в коем случае не расстроенным, она против очень довольным уйти из этого магазина с большим количеством покупок. Хорошо, вот тогда еще вам вопрос здесь по ходу, да, отчасти следуя за этим. Конечно. Какой процент отказов после бронирования у вас? Ну, вот так или иначе, это олицетворение того, что все-таки вещь не подошла, выбранная на сайте, да, то есть человек доезжает, а потом все-таки не берет то, что он выбрал. Здесь я хочу сказать... Или вы не знаете? Нет, статистику мы знаем и очень внимательно следим за всем тем, что происходит. В принципе, спасибо нашим пользователям, процент отказа очень небольшой, очень невысокий, и в основном люди, которые зашли на наш сайт, они приезжают в магазины, и более того, процентов, наверное, около 80, они уходят непосредственно с покупками уже из этого магазина, просто потому что, попав в объятия продавцов этого магазина... Вот Эльдар добавляет, а в чем ваша выгода в этом случае? Если я отложил вещь в магазине, приехал и купил ее, вы там что-то с нее получаете, а если я приехал и купил другую вещь, тогда вам вообще вся эта радость для чего? Ну, здесь в любом случае, как минимум, мы привели Эльдара в магазин, он в любом случае... Но вы-то получаете деньги в этом случае? Вы же не получаете? Давай-давай, рассказывайте, нечего тут. Что касается... Интересно, да. Что касается самой бизнеса... Вот вы там, наш философер, приехал в магазин, так это вообще-то стремно, потому что я приеду в магазин, возьму с собой Женю, Женя посмотрит, говорит, Дим, слушай, вот это, наверное, не надо, то, что мы с тобой через Showrooms.ru нам забрукировали, что-то здесь есть лучшая штучка, давай-ка мы с тобой вот эту купим. Мы радостные, хорошо, я купил весь там, Женя заработала свои 18 тысяч в час, а вам-то что с этого тогда? Нет, но в любом случае... Помимо того, что ваша философия сработала. Здесь в любом случае мы как некий маркетинговый ресурс и как витрина, мы берем совершенно небольшую абонентскую плату за то, что наши магазины-партнеры, они представлены на этой витрине, и поэтому здесь те вещи и тот ассортимент, который мы демонстрируем, он, безусловно, там размещается за какую-то небольшую абонентскую плату. Поэтому если вы уже увидели, если вы уже посмотрели, вы уже приехали, значит, Дмитрий и Евгений, мы сделали хорошо свою работу и привели вас... И абонентская плата будет повышена для этой сети в следующей части, я понимаю. Ну, у нас все-таки бизнес-радиостанция, да, вы же понимаете, мы поэтому говорим о бизнесе, и очень многие люди, которые, ну, и нам пишут, и интересуются, они больше интересуются не тем, как одеваться, а тем, как строится бизнес, хотя, действительно, и сама тема очень интересная. Анна спрашивает, чисто бытовой вопрос, подскажите, уделяет ли ваш магазин, ну, наверное, там, да, вопрос вам, но я его и Жене тоже адресую, может быть, от нее ответ будет даже и полезнее. Конечно. Ваше внимание людям нестандартным. «У нас в семье целая проблема одеться, мой рост 180, у мужа почти 2 метра, очень часто модели одежды вообще не имеют варианта лонг, куда нам податься?» – вопрошает Анна, хотя, ну, 180, Анна, но мне кажется, это не критический в наше время такой рост. Прекрасный рост, мне кажется. Атричный рост, да, отричный. Замечательно. Вот была волейболистка сфотографирована, да, они так давно показывали, очень даже... Так, ну, так чего, есть ли у вас на сайте, да, такие категории, либо вы там не заостряете на этом? Не, ну, безусловно, мы стараемся, то есть, помимо того, чтобы показать размеры, которые, вещей, которые представлены на сайте, в том числе то, что я как раз и говорил, Анна всегда может задать вопрос и нашему сотруднику, и непосредственно сотруднику магазина для того, чтобы поинтересоваться, насколько хорошо та или иная вещь при ее параметрах, при ее росте ей подойдет. А у вас на сайте выборку по росту нельзя сделать? Выбор по росту, в принципе, пока... Все, что мы показываем, это непосредственно размерную линейку вещей, которая в том числе уже учитывает и параметры роста, то есть, это некие такие стандартные размеры вещей, которые представлены везде на набирках каждой из вещей в магазине. Ага. Хорошо, Жень. Вам конкретный магазин? Ну, если вам есть, на чем подсказать нашей, да, слушательнице, подскажите, почему нет. В некоторых магазинах есть специальные линии для высоких девушек. Есть, например, джинсовые бренды, те же там, Levi's, но я не хочу, конечно, сейчас рекламой там заниматься особо сильно. Вот, ну, много брендов, которые занимаются только джинсами, у них есть разные длины брюк, джинсов, поэтому там можно выбрать и на высокий рост, и на невысокий рост как раз. Ага. Ну, то есть, это не очень большая проблема? Нет, ну, конечно, выбор сокращается у тех, у кого более нестандартная фигура, но, в общем-то, есть куда пойти. Ага. Мне кажется, выбор есть всегда, в любом случае. Ну, да, сейчас такой огромный выбор, что, мне кажется, можно что угодно. Пожалуй. Два вопроса зачитаю, а после новостей вы на них ответите. Вас, спрашивает Инна, пользуетесь вы сами своим сервисом, либо ездите по магазинам, все-таки, когда вам доводится покупать одежду. А вам вопрос Дина задает, видимо, хочет вас составить конкуренцию. Читаете ли вы, что можно сегодня прожить, только работая персональным шопером, либо нужно, как вы, совмещать профессии, да, или, может, профессиональный шопер просто жить на то, что он зарабатывает, как шопер. Послушаем новости, а потом будет возможность ответить на вопросы. Да, да. Чуть не опоздал с перерыва. Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания. Слушайте, ну, вот интересно, да, интересно сегодня разговор, новый формат шопинга о том, как совершаются сегодня покупки одежды. Я задал нашим гостям Николаю и Евгении по вопросу перед выходом на новости, отвечает Федор Двинятин. Минута прошла, давайте послушаем ответы. Николай, вопрос, да, к вам был такой. Реально ли вы сами пользуетесь своим сервисом? Ну, глупо, скажу я вам, инно, ожидать, что Николай ответит, что нет, видимо. Даже в прямом эфире, наконец, радиостанция скажет, не, я сам, конечно, не пользуюсь. Но все-таки давайте, во славу вашего вопроса, дадим возможность ему ответить. Ну, каким бы очевидным ни был ответ, да, безусловно, пользуюсь. Более того, он как раз был и нами придуман просто потому, что нам кажется он крайне удобным и востребованным. И, на самом деле, никогда не уделял столько вниманию одежды. Никогда не думал, что в Москве есть такое количество интересных магазинов, где представлены самые разнообразные, самые необычные, интересные вещи. Поэтому каждый раз, когда захожу на сайт, а делаю это, поверьте, очень часто, смотрю на те мужские коллекции, на те мужские вещи, которые появляются. И да, я думаю, Евгения не даст мне сказать что-то неправду. Мужчины действительно много уделяют внимания, в том числе вещам. И сам я с удовольствием пользуюсь этим сервисом. И резервирую, и приезжаю, и смотрю на то, где какие новинки появляются. Я как мужчина могу подтвердить, что я огромное количество времени уделяю выбору одежды, пока я не вижу, сколько женщина уделяет. Тогда я понимаю, что я вообще не уделяю времени выбору одежды. А пока я не вижу этого, мне кажется, что я очень много трачу времени на выбор одежды. А Виталий вас спрашивает, я дам сейчас вопрос, женщина тоже вам вопрос ответит. Возмущенно. Какая же это экономия времени, вопрошает Виталий. Сначала я должен потратить кучу времени на ваш ресурс. Собираться, сидеть, там что-то выяснять, да. А потом я должен попробовать катиться через весь город. И не факт, что мне что-то подойдет. Вполне может оказаться вероятность, что этого размера не будет. Или у вас другое изменение на этот счет. Все-таки, вот Виталий вас спрашивает, и я отчасти с ним согласен. Получается, что я должен сначала какое-то время, сколько часов, просидеть там, листая коллекции. Потом все равно куда-то ехать, а в итоге еще и крен знает, там получится что-то или нет. Ну, я хочу сказать, что сейчас на нашем сайте представлено уже более 50 магазинов. Поэтому в данном случае я хочу задать встречный вопрос Виталию. Сколько времени у него займет пробежаться по всем 50 магазинам для того, чтобы посмотреть, что там появилось. Здесь же все, что нужно сделать, это просто зайти и несколькими кликами просмотреть, что есть в ассортименте этих магазинов. Что, конечно, намного более эффективно, чем по ним ездить. И после этого, найдя понравившуюся вещь... Ну, вот реально экономите время? Ну, вот так по чесноку-то. Ну, вот вы когда сейчас сами пользуетесь, да? Ответ, конечно, да. Конечно, да. Ну, поиск по вещам-то есть, наверное, на сайте. Безусловно. Безусловно. Можно же не все просматривать. Здесь вы уже не бегаете, сломя голову по торговым комплексам, переходя из одного магазина в другой в поисках того, что вам нужно. А вы совершенно спокойно смотрите, что где есть и выбираете именно то, что вам нужно. Поэтому здесь, мне кажется, очевидно, выгодно в плане экономии времени. Хорошо. Жень, продолжу с вами. Но так и все-таки. Можно ли прожить жизнь свою безбедно, работая только профессиональным шопером? Можно. Сначала, конечно, придется... Голодно будет. Да, да, да. Чуть-чуть помучаться с голоду, поискать клиентов, да. А где вы вообще их ищете? Вот мне интересно, типа, буду шопером за еду сначала, должен сказать, с табличкой? Или что это происходит? А, нет. Ну, у меня так получилось... Около торгового центра стоишь, там, да, помогу одеться за еду на фудкорте. Там, что-нибудь такое. Нет, у меня так получилось, что я сначала работала в магазине стилистом. Ну, у нас есть в некоторых магазинах услуга именно, когда приходишь, да, тебя обслуживает персональный стилист. А сначала там работала. Вы же в эту услугу как-то попали, вы же не с улицы пришли, здрасте, я буду стилистом у вас. Вы же как-то... Ну, практически с улицы, да. Ага, то есть на вас посмотрели, вроде одевается ничего. Ну, да, да. Вроде там это, что-то понимает, да, пусть попробует. Пусть попробует, да, вроде отучилась на стилиста, пусть попробует. Ну, так и было, да. Работая сначала не на себя, а на работодателя, я приобретала клиентов. Потом они остались со мной. Ну, сейчас уже это дело достаточно выгодно. Сейчас уже можно прожить. Я понял. То есть вы в дальнейшем ничем больше не собираетесь заниматься, а именно вот этим... Почему не собираюсь заниматься? У меня есть еще параллельно несколько проектов. Я сотрудничаю с интернет-магазином, делаю съемки в журналах. В общем-то, я стараюсь не только работать с клиентами, делать другие вещи тоже. По стилистическому направлению. Хорошо, давайте тогда еще вот эти вопросы идут. Давайте я там продолжу их задавать. Алексей спрашивает, да, вот я только что вернулся из Италии. Там в каждой одежной лавке, даже не буду говорить про бутики, есть продавец, который действительно разбирается в стиле, и который по-честному поможет вам подобрать все, что подойдет именно тебе. В Италии одежда интереснее и дешевле, чем в Москве. Если в Италии намного интереснее, чем пройдет по магазинам Москвы. Зачем вообще такие услуги, вроде Евгения? Зачем нам такая услуга, вроде Евгении? Для рублевских домохозяев, которым просто скучно, вопрошает наш Алексей. Ну и таких домохозяек достаточно много. Плюс еще обращаются не только домохозяйки, но и бизнес-леди, которым действительно некогда ходить по магазине. Которым как раз нужно, чтобы им все уже подобрали. Они приехали, быстро примерили и купили. Либо вообще им привезли это на дом, и они там все померили. Ну, пожалуй, да. Тут Алексею можно ответить, что если есть возможность, есть желание, и самому интересно это делать, так, конечно, вы можете сами это делать. Конечно. И проблем нет. Такие возникают потребности, когда нет либо времени, либо нет желания, потому что это неинтересно, либо нет чувства вкуса, стиля. Достаточно для того, чтобы я мог сказать, что сам могу этим заниматься. Да, нужно, например, хорошо выглядеть. Заказная смс-ка для Николая здесь пришла от Маши. Маша, хочу поблагодарить сотрудников шоу-рум за интересный модный контент, представленный на их сайте, который помогает обозревателям не только выбирать одежду, но и быть в курсе модных тенденций, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, короче... Приятно, приятно. Маша, мы работаем для вас. Спасибо. Вы очень крутые и так далее. Ирина спрашивает... А, и Сергей, вот вам тоже, да, Николай? Поправьте время показа слайдов на вашем сайте, они слишком быстро мелькают, и не хватает времени прочитать текст. Спасибо, пишет там Сергей. Сергей, спасибо, спасибо за комментарий. Жень, вам. Евгений, а вот вы водите только по определенным магазинам с ваших клиентов. Вот, например, если будет гламурная девушка, которая только в Гуччи и не больше, а вы знаете, что где-то в подвале в Люберцах есть маленький магазинчик, в котором 100% у нее отнимут кошелек... А, нет, 100% будут вещи, которые подойдут именно этому человеку. Как вы ее в этом убедите поехать на какие-то трущобы? Вообще можно такое, возможно такое в Москве или нет? В Москве есть несколько, например, винтажных магазинов, куда многие мои клиенты не пойдут, но они с удовольствием, например... Вас отправят. Да, отправят меня. Нет, я езжу, да, я могу привезти им домой эту вещь из подвала. Если я знаю, что она им действительно подойдет. А вот мне интересно все-таки, да, Жень, по чесноку, магазин-то вам потом какой-нибудь процент отстегивает? Нет, нет, я сама работаю. Хорошо, давайте, вот Аня у нас есть на проводе. Доброе утро, Ань. А, добрый день. Да, здравствуйте, ага. Хотел бы вот Николаю задать такой вопрос. Интересно, в России есть конкуренты, похожие на ваш ресурс? Ага, спасибо, Ань. Вот кого-то не удовлетворяет шоурум в полной мере. Да, Ань, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что в той или иной степени, наверное, есть. Единственное, что с точки зрения того сервиса и того ассортимента, который мы предоставляем сейчас на нашем ресурсе, и более того, планируем этот ассортимент только расширять и увеличивать, чтобы удовлетворять потребности все большего и большего количества пользователей, я думаю, что нет. И здесь как раз с уверенностью могу сказать, что возможность резервирования вещи в магазинах мы единственные, кто, как площадка сейчас предоставляет. Кстати говоря, Дмитрий, для тех, кто любит путешествовать и также экономит свое время, мы сейчас планируем в том числе выходить еще и в другие города для того, чтобы иметь возможность посмотреть ассортимент не только Москвы, но ассортимент еще и других городов, в том числе Питера, куда очень многие жители нашей столицы любят путешествовать на выходные, где мы также с удовольствием будем показывать вещи, которые там представлены, и давать возможность резервировать уже их и в других городах. Ага, понятненько. Хорошо, вот у других городов, Женя, а ваша работа распространяется дальше, чем в Москву? Берут ли вас с собой куда-нибудь в поездки? Да, иногда бывает, берут. Иногда еще у меня заказывают онлайн-консультации. Если, например, человек живет где-нибудь в Владивостоке, да, например. Да вы что? Я, конечно, вряд ли до туда доеду, долечу. Ну, дороговато будет. Да, дороговато. И, в принципе, там, такой большой выбор магазинов. Я могу ему по интернет-магазинам, да, сделать какую-то подборку, что ему носить. Ну, условно говоря, будучи где-нибудь там в Милане сфотографироваться в примерочной, отослать вам мэсочку. Да, почему нет? Вы скажете, нет, Димон, типа, не вариант. Вот это вообще там не альер. С постоянными клиентами я как мама, да. Ага. Можно и так. Басечка, ну что ж ты опять не спачкала рубашечку? Такую хорошую рубашечку мама купила. Так долго выбирали, да? Слышите, ну, крутая история. Вот хочу ваше мнение узнать. Не так много у нас остается вообще времени на программе. Вот вообще, как меняется чувство вкуса, чувство стиля у людей? Ведь, ну, вот действительно, в нашей стране не так принято относиться к одежде вообще, да, к дрессингу. Вообще, вот в целом, вот качественно, по крайней вопросу подбора одежды. Мы все там из страны советов нашими корнями, где все все носили одинаковые, да, в основном серо-коричнево-бурого какого-то болотного цветов, да, и никто, в общем, ничего другого-то и не знает. Вот насколько меняется сам подход людей к подбору одежды? Как вам кажется? Вот ваши ощущения, не знаю, Жень, ну, давайте, наверное, начнем с вас. Вы непосредственно влияете, управляете вкусом людей? Сейчас, на самом деле, появляется все больше и больше людей с хорошим вкусом, потому что, я думаю, магазины европейские все больше и больше захватывают российский рынок. Появляются те же магазины масс-маркета, где вещи, пожалуй, иногда даже дешевле, чем на рынках, поэтому люди все-таки как-то приучаются и сами хорошо одеваться. Ну, как-то и журналы, и сайт-шоу-румс, и все подобные сайты как-то направлены на то, чтобы сформировать вкус человека. И сейчас все намного лучше, чем даже пять лет назад. Меня вот, кстати, поражает то, что в Европе, ну, или там в Америке, да, вот новая коллекция, она гораздо более яркая будет, да, вот в европейских магазинах, чем это подъезжает в Москву. Да, в Москву приезжаешь все равно, почему-то из всей новой коллекции остается серо-буро-зеленый, какие-то цвета все какие-то, вот под российскую грязь так сразу, чтобы там вот так вот было это. Николай, ваши ощущения, я не знаю, вы там... Ну, мои ощущения такие, что, безусловно, то, что я вижу в магазинах, ассортимент расширяется и расширяется очень сильно, и спасибо байерам, которые делают закупки для магазинов. Мне кажется, что очень много интересных вещей на прилавках города появляется, и более того, все больше и больше ярких и интересно одетых людей, которых мы можем видеть на улицах нашей столицы, что, в принципе, мне говорит о том, что, да, мы, безусловно, двигаемся вперед в плане моды, стиля и отношения к себе, и здесь, конечно... Ну что ж, ну понятно, да, то есть это, видимо, и будет основой вашего процветания, и вашего, и вашего в дальнейшем, да, будем надеяться, что людям будут нужны услуги, которые вы им оказываете. Александр вопрошает уже напоследок Николая, когда будет iPad-версия? Александр, мы, я думаю, что в течение нескольких недель уже эту версию дадим вам в App Store, для того, чтобы вы имели возможность посмотреть, попробовать, и, надеюсь, ей активно пользоваться. Окей. Ну вот и славно. Спасибо большое. Говорили сегодня о новом формате шоппинга. Николай, спасибо, что были с нами. Спасибо, Дмитрий. Жень, спасибо и вам. Удачи вам в вашем бизнесе. Через неделю услышимся, Дмитрий Левицкий, сфера обслуживания. Федерам ФМ, да пребудет с вами сила. Пока.